Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня 3 апреля. Урок русского языка. С вами преподаватель кафедры узбекского языка Антижанского филиала Ташкентского государственного аграрного университета Теляваева Фероза Амтоназизовна. Сегодня лексическая тема называется «Этикет нашей жизни». Грамматическая тема урока же называется «Выражение определительных отношений в простом и сложном предложении». Прежде чем приступить к изучению новой темы, давайте вспомним предыдущий материал. Что такое простое предложение и что такое сложное предложение? Простое предложение состоит из одной грамматической основы, где включены одно подлежащее и одно сказуемое. Например, частники составляют около трети предпринимательства. Частники – это подлежащее, составляют – это сказуемое. Сложное же предложение состоит из одной или нескольких простых предложений. В состав сложных могут входить различные по своей структуре и по своему составу простые предложения. А также сложные предложения, в свою очередь, имеют сложную классификацию. Например, сложное предложение подразделяется на сложное бессоюзное предложение, а также сложное союзное предложение. В свою очередь, сложное союзное предложение разделяется на сложносочинённые предложения и сложнопочинённые предложения. Давайте вспомним, что такое сложно сочинённое предложение. Сложно сочинённое предложение состоит из нескольких простых, равноправных по смыслу, независимых друг от друга предложений, связанных с сочинительными союзами. Например, в окно подул сильный ветер, и документы разлетелись по комнате. Здесь два равноправных, независимых друг от друга предложений. Сложно подчинённое предложение состоит из нескольких простых предложений, одна из которых является главным, а остальные зависимыми от главного, то есть предаточными. Каждый кривой гвоздь считает, что настоящий гвоздь должен быть кривым. Здесь главное слово каждый кривой гвоздь считает, а вторая предаточная часть разъясняет смысл главного слова. Итак, выражение определительных отношений в простом и сложных предложениях выражается через сложно подчинённые предложения. Предаточные определительные отвечают на вопрос «какой», «какая», «какое», «какие». Они определяют слово в главной части и соединяются с ним с союзным словом «который». Реже «какой», «чей» и «другие». Предаточные определительные находятся после определяемого слова главной части. Союзное слово «который» согласуется со словом «в главной части», «вроде» и «числе». Поддержь его зависит от того, каким членом предложения в предаточной части оно является. Например, определительные отношения в простом и сложном предложении сравните, пожалуйста. Простое предложение. Встреча, назначенная на завтра, состоится в актовом зале. Сложное предложение. Встреча, которая назначена на завтра, состоится в актовом зале. Которое союзное слово находится в женском роде, так как встреча главной слова тоже находится в женском роде. Принятое обращение напечатано во всех газетах. Обращение, которое было принято, напечатано во всех газетах. Слово «обращение» находится в среднем роде, поэтому союзное слово «которое» тоже имеет средний род. Часто сложное предложение заменяется причастным оборотом. Например, сравните. Это сложное предложение. Человек, который получил приглашение – это причастный оборот. Человек, получивший приглашение. Пресс-конференция, которую организовал университет. Причастным оборотом является так. Пресс-конференция, организованная университетом. Резолюция, которую приняли на совещании. Резолюция, принятая на совещании. Самое главное, запомните, средствами связи предаточной определительной части с главной являются союзные слова. Который, которая, которые, которые, какой, какая, какое, какие, чей, чья, чьи, а также реже союзные слова где, куда, откуда, кто, что. Например, в первом предложении предпринимательством является инициативная самостоятельная деятельность граждан, которая направлена на получение прибыли или личного дохода, слово которое находится в женском роде, так как здесь деятельность тоже женского рода. Второе предложение. Попытки раскрыть смысл, который вкладывается в понятие хорошие манеры, предпринимались не один раз. Здесь главное слово, слово смысл мужского рода, поэтому союзные слова тоже находятся в мужском роде. Исходя из изученных, пожалуйста, выполним самостоятельно задание. Задание первое. Дополните предложение с союзным словом, который, согласуя его с определяемым словом. Первое предложение с вами я сама выполнила. Первое предложение. Здесь вставляем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok